Ровно 61 год назад Юрий Гагарин стал первым человеком в космосе. 12 апреля прозвучало легендарное «Поехали» и в 9 часов 7 минут корабль «Восток-1» стартовал с космодрома Байконур. Полет продлился 106 минут и тогда весь мир узнал имя первого космонавта, нашего с вами соотечественника. За этой легендарной экспедицией стояли годы разработок и работа громадной команды ученых. Свой вклад в освоение космоса внесла и Тверская область. Наша съемочная группа взяла эксклюзивное интервью у человека, чей отец принимал непосредственное участие в изучении воздействия невесомости на человеческий организм в начале 60-х годов прошлого века. Именем Гагарина были названы населенные пункты, дороги, пароходы, горы, а затем и вновь открытые небесные тела и другое. Во всем мире тысячи людей, родившихся в апреле 1961 года, получили имя Юрий. В честь Дня космонавтики по всей стране прошли концерты, экскурсии, интерактивные выставки, а также тематические диктанты и лекции. Уроженец Тверской области космонавт-испитатель Сергей Красаков прямо с орбиты поздравил страну. Мы первые благодаря Юрию Гагарину и никогда не забудем его подвиг. Так было, есть и будет. Мы благодарим всех, кто работал и продолжает работать на благо освоения космоса. С праздником! Тверская область многим связана с космонавтикой. В числе знаменитых космонавтов, уроженец города Удомля, дважды герой Советского Союза Олег Макаров, совершивший три полета в космос. В ряду славных имен, чья жизнь связана с нашим регионом, основатель космодрома Плесецк Михаил Григорьев, конструктор космического корабля «Буран» Юрий Семенов, космонавт Сергей Красаков. Среди жителей Тверской области есть и те, кто напрямую был знаком с Юрием Гагариным. Они до сих пор чтят и бережно хранят воспоминания об этом. Наш корреспондент Наталья Чекет взяла эксклюзивное интервью у человека, чей отец принял непосредственное участие в изучении воздействия невесомости на человеческий организм в начале 60-х годов прошлого века. Анатолий Иванович Горшков был врачом-экспериментатором и помогал Гагарину в подготовке к полету. Его сын Иван Горшков поделился с нами достижениями своего отца. Одним из многих стал рассказ о том, как во время эксперимента произошел сбой, из-за чего у Анатолия началась легкая паника. Но мужчина не только не покинул место эксперимента, так и продолжил его. Я очень благодарен отцу за вклад в развитие и покорение космоса. Он является примером для меня и для моих сыновей. Я хотел бы склонить голову перед многочисленной командой людей, привезших страну к этому успеху. И не без гордости могу сказать, что среди них был и мой отец Горшков Анатолий Иванович. И действительно, существует много человек, которые ставят себе в пример таких великих людей и стараются равняться на них, чтобы человечество сделало новый шаг на пути освоения космического пространства и много чего другого. Также губернатор Игорь Рудене поздравил с праздником жителей Тверской области, пожелал всем, кто причастен к этому замечательному празднику новых свершений на благо нашей Великой Родины. Со времен полета Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года в космосе побывали более 500 человек из разных стран. И космонавтика продолжает активно развиваться. Строятся ракеты корабли для полета к Луне и Марсу. Скорее всего, в будущем, благодаря ученым, конструкторам, врачам и другим специалистам, человечество сделает новый шаг на пути освоения космического пространства. И очень хочется надеяться, что и здесь наша страна сохранит лидерство.